Какие новости? У меня дома есть точно такие же стеклянные шахматы. Мне их подарили на день рождения лет 5-6 назад, зная, что я очень люблю играть в эту игру. Я увлекся шахматами с 8 лет, когда мой отец подарил мне их на день рождения и научил меня в них играть. Помню, как я поставил ему первый в своей жизни детский мат. Я залипал в онлайн шахматах каждый день, а после просмотра фильма «Замысел» я завязал с шахматами окончательно и удалил приложение из телефона. А до того я стал задумываться, что в шахматах нет смысла и никакого развития. Шахматы зациклены сами на себя, как замкнутая система и развитие только внутри этой системы. То есть проку для человечества никакого, от слова совсем. Хотя я лично и добился определенных достижений в плане рейтинга. Но фильм «Замысел» стал для меня своеобразным пинком. А наш герой играет в шахматы не со своим отцом, а с невидимым противником. Тут возникает вопрос, а где отец Узги? А он там же, где и остальные отцы большинства семей в наше время. Где? Укажите нам отечество отцы, которых вы должны принять за образцы. Наступило время вспомнить такие понятия, как отечество, отчизна, родина, обозначающие страну предков, отцов. Без отцовщина. Жизнь и воспитание ребенка. Без отца. В неполноценной семье. Но на переменах. Общине с ребятами. Игры в конце концов. Вчера они играли в плюшки. Как это? Кто дальше плюнет? В фильме отеческую роль для Узги сыграл Свой. Он потому для Узги и Свой, потому что родной. А кто ты? Возможно, что Свой и есть физический отец героя, однажды покинувший плотный мир по неизвестным нам причинам. Я что, умер? Смерти нет. Мы между. На другой частоте. И ходит Свой по кругу на вышнем ярусе, поджидая сына, чтобы хотя бы здесь стать его наставником и опекуном. Ну как он? На вылет. Отремонтируй. Жить будет. В воспитании мальчика роль отца ключевая. Отец закладывает в сознание сына мужскую модель поведения в жизни. Этого на подвал мелюзгу высвернуть за пределы города. Тоже хочется. Первый раз вижу, чтобы человек сам в тюрьму рвался. Ну что ж, посиди. На подвал обоих. С самых первых шагов в жизни отец становится первым наставником мальчика и его лучшим другом. У них особые отношения, которые можно назвать мужским типом товарищества. Да, так мы далеко не дойдем. Проверяй. А можно мне еще кусочек? Можно, конечно. Это зачем? Свою захороню. Он тоже любит запрещенное. Устал с дороги? Отведай нашего оживительного абрикосового пирога. Отец – это проводник ребенка по миру. Если он не отмахивается от заданных вопросов, создает богатую окружающую среду, поддерживает сына в его начинаниях и показывает, как надо и не надо, то отец выполняет свое предназначение. Это что? Ты будешь моим учителем? Учителя – это низшая форма передатчиков знаний. Тот бред, что кишит в их головах и знаниями-то не назовешь. Они читают и заучивают, не понимая смысла. Приучают к системе, заглушают сердце и заставляют слушать желудок. Избегай их. Они заразны. Передатчики знаний? Выше стоят преподаватели. Их задача – преподать урок. Пре-подать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Надо всеми возвышаются наставники. Они создадут проблему и наставят на пути ее преодоления. Передадут самые ценные знания, ничего не требуя взаимен. Мать дает чаду любовь, а отец открывает дорогу в мир. Именно отец поощряет активность детей в освоении мира, формировании и достижении цели. Ты как-то был холоден с ним. Я думаю, вы друзья. Мы могли бы у него в сторожке переночевать. Когда-то казалось, что друзья. Но вмешалась госпожа жадность, за ней прискакал товарищ обман. И оказалось, что другого просто оказалось. Переночиваю в лесу, в речке, на земле. Земля не обманывает. Он что, обокрал или обманул тебя? Что-то вроде того. Я зла не держу. Ну и с открытой душой к нему уже никак. Вот негодяй. Нужно было отомстить ему. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Но отец не только проводник, но и контролер. Ты это откуда? Чего не в постели? Да я по лесу прогуливался. Надо же все же воздухом тушать. На поправку идти. О, ума, гляжу, прибавилось. Папа большой ребенок. И это его уникальная особенность. Именно отец использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле. Что это? Алло? Где ты? Отец ущет ребенка причинно-следственному принципу. Отец умеет использовать обычные вещи необычным способом и таким образом расширять границы сознания ребенка. Там были грабли. Это я их подложил. Но мне же больно. Ты получил шишку на лоб и опыт за плечи. Шишка пройдет, а опыт останется. Задача наставника не рассказать, как избежать беды, а наставить на ее преодоление. Отец не боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют. Но и на самом верху изобретатели. Они ничему не учат. Они заняты обретением из. Естественно, мальчик как таковой не рождается готовым мужчиной. Эти качества он приобретает с годами, видя перед собой живой пример отца. А почему колонии одни руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. Главное, что всех эта разруха устраивает. Лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло. Вот девиз эпохи вырождения. И не важно, что отец говорит ребенку. Важно, как он себя ведет. Подражать сын будет только поведению отца. О, совсем другое дело. Ты нам подходишь. Подхожу для чего? И кому это нам? Хорошо сказал. Ты нам подходишь. Чего? Степь все даст сама. Чай пить будем. Шиповниковый. Степь все даст сама. Можно грибами, ягодами запастись. Овощи, абрикосы те же. Тише. У мужчины свой метод воспитания. Даже если он не пытается сознательно кого-то воспитывать. И мальчик всегда наблюдает за отцом. Постигает его стиль поведения. И перенимает отношения. К окружающему миру. Все. Спи давай. Земля холодная. Почкой простудишь. Новый выдадут. Спи. А куда мы вообще идем? Слушай, ты про Варвару без носа в курсе? Так ты быстро нос потеряешь. Ничего. Новый выдадут. Нахватался, да? Вы про Варвару без носа услышали? Здесь я задаю вопросы. Почему паспорта не оформили? Они нам не нужны. Зато нам нужны. Вот и оформляйте себе. Кто ж не дает? Когда свой вручил Сге луковицу, он передал ему познание, которое под собой имеет слой за слоем. Держи. Это что? Это лук. Я знаю, что это лук. Так ешь молча, че спрашиваешь? Просто так? Ну хочешь, может танцуй и подпрыгивай, как пожелаешь. И чтобы это познание вкусить, придется немало слез пролить, снимая слои той луковицы. Ну рассказывай, ладно ли замарим или худо? И какое в свете чудо? Одни сплошные чудеса. Нас с мелким розыском елили. Вроде как за поимку серьезно взялись. Эх! Партизанщина! Романтика! Какие новости? Да какие новости! Налаживается все потихоньку. Лет семь назад отменили отчество. На днях вышел закон, отменяющий имена. Каждый получит персональный номер. Теперь удобно будет. А то ходила куча одинаковых. Андреев, Татьяна, Достепанов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова